Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про 6 правил, которые вы должны знать наизусть и использовать их в отношении со своим партнером. Особенно это актуально для тех, у кого очень часто бывают какие-то конфликтные ситуации. Эти правила взяты из семейной психотерапии, и я считаю, что именно они помогут вам избежать очень многих проблем, с которыми сталкиваются люди в отношениях. Первое правило о том, что не нужно человека критиковать, а нужно предлагать конкретные изменения в его поведении. О чем говорит это правило? Это правило говорит о том, что мы очень часто видим, как не должно быть, как нам не нравится. Но предложить что-то конкретное мы не можем. Мы не говорим что-то конкретное, что мы хотим или чего бы нам хотелось. Потому что или мы сами не понимаем, или мы опять же боимся об этом сказать. И здесь я возвращаюсь к теме, которую совсем недавно разбирала, о том, почему нужно уметь просить своего партнера о том, что вы хотите. Как раз таки про это и сегодняшнее вот это вот правило первое. Опять же, на примере. Там не надо говорить, ты плохо убрался, да, или мне там не понравилось, как ты убрался. Надо сказать конкретно. Надо было помыть посуду и протереть пыль там с этого стола. Опять же, не надо было, ну не надо говорить такую фразу, как ты не уделяешь мне время. Замените ее сразу на то, что вы хотите. И сразу скажите человеку, давай сегодня вместе с тобой сходим в кино. Или давай сегодня вместе там с тобой посидим дома, там посмотрим фильм. То есть предлагайте какие-то конкретные действия, а не критикуйте человека. Второе правило. Не используйте словосочетание ты всегда или ты никогда. А говорите конкретно про конкретную ситуацию, которая сейчас в данный момент случилась. То есть будьте как бы в моменте здесь и сейчас. Кто прошел курс юный манипулятор, тот прекрасно понимает, почему работает эта манипуляция. Но на самом деле, если вы в отношениях длительных со своим партнером, то вот используя такие обобщения, вы только показываете, вы как бы обесцениваете человека и все, что он для вас делает. Там, ты всегда думаешь только о себе. И все, и парень там стоит и задумался. Он просто недоумевает смысле, я всегда думаю только о себе. А в тот раз, когда я тебе там помог с твоими делами, какими-то проблемами твои решила, я тоже думал что ли о себе? А в тот раз, когда я там пошел с тобой гулять, а не со своими друзьями, я тоже что ли думал о себе? А в тот раз, когда я там дал тебе денег на маникюр, я тоже думал что ли о себе? И у него появляется такое ощущение, что все хорошее, что он делает, вообще не ценит. Потому что про это как бы забывается. То есть вы обобщаете какие-то ситуации, ну допустим, там 30 дней в месяц, там 11 дней он думал о вас, а 19 он думал о себе. И вы как бы все обобщили, все, значит он думал только о себе. То есть округлили таким способом. И в этот момент вы создаете еще такой подводный камень для себя, что ваши вот эти слова, построенные по такому шаблону, там ты всегда или ты никогда, они становятся впоследствии каким-то таким мощным, сильным убеждением, которое есть внутри самого человека. То есть он начинает думать, что да, действительно, я всегда думаю только о себе. И когда у него в следующий раз станет какая-то дилемма, допустим, там дайте денег на маникюр, да зачем, я же всегда думаю только о себе. И все, и вы потом с этим уже ничего не сделаете. Третье правило гласит, не додумывайте и не домысливайте за человека, о его чувствах, о его каких-то эмоциях. Говорите всегда только о себе, есть только вы, и только о своих эмоциях вы можете говорить. Это вообще огромная иллюзия о том, что люди понимают чужие поступки, разбираются в чужих мотивах, понимают, что другие люди хотят, и здесь совершают огромную ошибку. Допустим, девушка начинает говорить, ты меня не любишь. А как она это поняла? Откуда у нее эти мысли взялись? Она сложила какие-то действия парня, да, например, там, он ей не говорил, что он ее любит, он там ей не дарит цветы и не зовет ее замуж. Все, она как бы так обобщила это и для себя решила, значит, он меня не любит. И начинает ему это говорить. Какие уже там мотивы того, что она ему это сообщает, это уже ее проблемы, да, то есть она может и манипулировать, чтобы он как бы сказал, да нет, я тебя люблю, да там ты все не так поняла, или она просто утверждает эту фразу. Но в тот момент, когда парень слышит такое ошибочное убеждение о себе, да, что якобы он ее не любит, он начинает думать, что не он ее там не любит, да, он не начинает, может быть, оправдываться, или даже если он оправдывается, то у него в голове мысль, она меня не понимает, она не делает, она не может понять моих эмоций, моих чувств, и зачем я вообще с ней тогда состою в отношениях, если она меня не понимает. Тогда нам нужно действительно расходиться, потому что, ну, все, дальше уже конец. И тем самым девушка сама себе вырыла вот эту вот яму, да, то есть она создает ощущение того, что у них нет контакта, у них нет близости, потому что она его не понимает, потому что действительно она его, может быть, и не понимает, но вслух об этом говорить точно не надо. Не используйте критерии правильно, неправильно, хороший и плохой. Это такое, знаете, полярное мышление. Вот есть хорошее, есть плохое, и все, между ними ничего не может быть, такой юношеский максимализм. А на самом деле между ними там тысяча оттенков. И нужно учиться видеть каждый из этих оттенков, а не навешивать ярлыки так, опять же, вот не заниматься этим округлением, да, то есть это ближе к белому, значит, это белое, это ближе к черному, значит, это черное. Не нужно так вот полярно как бы мыслить. И помните, опять же, строчки, что такое хорошо и что такое плохо. Если в вашей карте мира это плохо, то это не значит, что для всех людей на земном шаре это точно так же плохо. Опять же, если для вас что-то хорошо, то это не значит того, что кому-то это может казаться плохим. Например, вы говорите, там, ты не даришь мне цветы, и ты такой плохой по этому. Или мужчина может сказать девушке, там, ты не умеешь готовить, это плохо. Но это такие оценочные суждения, действительно, ну, как бы сами подумайте, что такое хорошо и что такое плохо. Никто этого не знает, кроме вас самих. Но и все равно вы начинаете как бы округлять, да, то есть делите, ну, говорите, ну, хорошо, вот есть такой факт, и как бы дальше я с ним буду жить и дальше принимать этот факт. Потому что, опять же, не факт, что это плохое или это хорошее. Следующее правило, используйте такую конструкцию предложений, как «я чувствую». Вместо конструкции «ты», там, то-то, то-то. Знаете, люди делятся на два типа. Есть люди, которые слишком много якают, и есть люди, которые слишком много тыкают. И проблема этих людей в том, что они якают там, где нужно тыкать, и тыкают там, где нужно якать. Сейчас приведу вам пример. Я думаю, что ты поступаешь неправильно. А вы спросите человека, а он-то вообще что думает на эту тему? Потому что думаете в этой ситуации только вы. Или второе, когда нужно делать наоборот, это «ты меня не любишь», «ты меня там не ценишь», «ты уделяешь мне мало времени». Начните с себя. Я чувствую обиду, когда ты идешь там гулять со своими друзьями. Я чувствую себя ненужной, когда ты не даришь мне цветы. То есть говорите от себя. Я чувствую. Дальше говорите, что вы чувствуете, и желательно добавить какой-то конкретики, да, то есть какой факт у вас вызывает эти чувства. И последнее, шестое правило, о котором я хотела сегодня сказать. Будьте откровенны и говорите то, что думаете. И, конечно, думайте то, что говорите. Многие люди, особенно те, кто очень сильно дорожит отношениями, те, кто там хочет влюбить в себя другого человека, там, женить его на себе, они начинают игру, в которой они заранее проигрывают. Игра эта называется «угодить партнеру и вообще забыть, просто вот стереть свои личные границы меня не существует». Дальше я уж как-нибудь потом разберусь, и как с этим жить тоже потом когда-нибудь решиться, да. То есть случилась какая-то ситуация, которая не понравилась. И девушка, например, думает, зачем я буду сейчас ему говорить, что я там чувствую на него обиду. Я лучше промолчу, я лучше сделаю вид, что мне это понравилось, чтобы не провоцировать как бы в нем такую же обиду, и чтобы не рушить наши отношения, чтобы они были прочные, крепкие и сильные. А потом случаются нервные срывы, истерики, нет сил, нет энергии, потому что все эти эмоции вы держите в себе. И чем дольше вы их держите, тем хуже становится ваше психическое здоровье. Потому что потом подключается психосоматика, подключаются те же самые панические атаки, депрессии, или вы начинаете все это заедать какими-то булками, или у вас появляется тяга все это запить алкоголем. И просто ваша жизнь идет коту под хвост, потому что вы не цените свое психическое здоровье и просто не проговариваете те эмоции, которые у вас возникают. Но опять же, просто нужно научиться это правильно говорить. Я чувствую на тебя обиду за то, что ты сделал так-то, так-то, и я хочу, чтобы ты делал вот так-то, вот так-то, или так больше не делал. То есть давайте подведем итог. Если у вас возникают ситуации, в которой вы чувствуете, что у вас есть эмоциональное напряжение, то вы об этих ситуациях говорите. Но говорите про конкретную определенную ситуацию, не в общем в целом про ваши отношения, а про конкретную ситуацию, которая у вас вызвала эти эмоции. Говорите о своих чувствах, о том, что вы чувствуете. Не ставите оценки, хорошо это или плохо, а предлагайте конкретные варианты решения данной ситуации. То есть, что бы вы хотели от человека и что бы вы от него не хотели. И тогда у вас будет отличное психическое здоровье. И тогда ни один в мире человек не скажет, что вы являетесь каким-то токсичным. Чего, собственно, я вам всем и желаю. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, если тема психотерапии вам интересна и близка. И любите и влюбляйте. Пока-пока.